Аккуратно, сантиметр за сантиметром, по частям легендарный Дуглас погружают на грузовую машину. Процесс ответственный и практически ювелирный. Специалистам нужно надежно закрепить детали воздушного судна, чтобы отправить его в очередное путешествие. В этот раз на реставрацию в Новосибирск. Сейчас самую исторически ценную часть самолета, собственно, флюзеляж, тщательно упаковывают. Это нужно для того, чтобы во время транспортировки ничего лишнего не попало внутрь салона. И воздушное судно, пусть и на время, но снова оказывается в родной стихии. Легендарный Дуглас проделал долгий путь в Красноярск. В 1947 году самолет совершил аварийную посадку на Таймыре. Командиру экипажа, Максиму Тюрикову, удалось спасти всех людей на борту, однако сам он трагически погиб. Только через почти 70 лет члены Русского географического общества вернули судно в Красноярск, как дань памяти отважному летчику. При помощи двух экспедиций удалось вывезти из Таймырского полуострова сначала основную часть этого самолета, затем еще более трудная экспедиция в зимних условиях – это крылья отдельно вывозили. Несколько лет его восстанавливали сами участники географического общества. В прежний вид удалось вернуть блок радиоуправления и часть шасси. В Новосибирске им займутся специалисты и доведут до состояния музейного экспоната. Происходит сегодня продолжение истории. Эта история посвящена борту Тюрикова, посвящена советским людям, ну и в дальнейшем это будет вести, нести такую очень качественную службу в рамках романтического, патриотического воспитания подрастающего поколения. Ну то есть такова цель. Проводить Дуглас в дорогу пришла дочь командира экипажа. Самолетом она знакома с самого детства. Все время слышала про это, что Дуглас, папа летал на Дугласе, что Дуглас этот пропал там, когда это случилось, как раз в 47-м году в апреле. Я маленькая была, но я уже видела, что тревожная обстановка дома, что что-то не так. Пришла, как увидела, это вот фюзеляж, все свое, этот родной Дуглас. Я, конечно, у меня опять комс, все, слезы навернулись, просто такое волнение. Реставрация Дугласа займет около двух лет. После этого самолет вернется в Красноярск. Для него за это время подготовят специальную площадку. Антон Тишаков, Андрей Крупнов и Несей. Новости.